Про Польшу и утрату суверенитета. Кто такие поляки и что, собственно, происходит? Мы приводили примеры, разбирали, что такое утратить суверенитет. И приводили такой пример, что бычку в хозяйстве живется хорошо, за ним ухаживают, поят, но его жизнь является таким нормальным примером отсутствия суверенитета. И когда придет время бычку уйти на мясо, из бычка сделают мясо. Так вот, Польша у нас утратила суверенитет сразу по двум направлениям. Это религиозное направление и это политическое управление. Польша управляется исторически Британией и Штатами. Это на протяжении очень длительного времени, это касается со Второй мировой войны, это очень четко отслеживается. Религиозный суверенитет это то, что Польша подчинена католическим органам управления и центр принятия решения не находится в рамках Польши. И когда потребуются, определенные инструменты влияния на Польшу в полной мере распространяются. Теперь, что происходит с Польшей сейчас? Польша исполняет из себя всю схему подготовки бычка на мясо. Поляки становятся жертвенным бычком. Из последних таких новостей, что 300 тысяч поляков должны пройти, принять участие в учениях, которые состоятся на память цифры 27 марта, продлятся 33 дня, похожие цифры, могу ошибаться. То есть, сейчас народ Польши не принимал этого решения, но Польшу готовят для противостояния с Россией, для боевых действий на Украине. Теперь смотрите, что происходит. Кто-то в Польшу принимал это решение, чтобы, ну, народ Польши как-то об этом знает, что Польша пойдет бычком на мясо воевать с Россией, чтобы поляки будут погибать, умирать. Кто-то об этом знает? Никто не знает. Польша этого решения не принимала. Польша держится в неведении. Полякам сказали, что ребята вернутся после учения нормально. На самом деле, это обычная подготовка к войне. Дальше. Совершенно случайно. Уровень жизни в Польше начал падать. То есть, народ лишается... Ну как, вот сначала вам дается возможность за счет немецких денег какое-то время побыть витриной для Восточной Европы. Такой хорошо живущие поляки, как бы светлый образ. Поляки привыкают к такой жизни. Потом этот крайник перекрывается. Жизнь становится не такая. И поляк более легко соглашается становиться военным. Поляк, если он стал военным, это... Поляк, это хороший воин. Поляки, это те же самые... Мы, вот мы, украинцы, белорусы, поляки, мы один народ. Генетически мы одни люди. В свое время Польшу перекантовали в католичество. И с тех пор мы с поляками воюем, да? Но поляки очень хорошие бойцы. И вот их сейчас... За них решили, что они пойдут воевать. То есть, был один народ, это мы. От нас оторвали поляков. И заставили нас воевать, сами себя убивать. Это бойня, вот. Сами себя убиваем, но по-тиху им, британцам, да? Все нормально. Отрываем Украину. Объединяем с поляками. Начинаем сами себя убивать. Умешать свою численность, воевать, так далее, так и прочее. На по-тиху британцам. То есть, весь мир смотрят. Они помогают только. Вот, там подкидывают, там, вооружение, денежек. Но сейчас Штаты проплачивают полностью зарплаты военнослужащим Украины, чтобы они воевали с Россией. Оружие поставляют, да, денежками. А мы сами себя убиваем на по-тиху им. Мы дебилы такие, которые сами себя убивают. Поляки думают, что они не дебилы. Они такие... Поляки думают, что они... Они, наверное, там, ну, эти... Меч. Демократия, наверное, никакой не будет. Ну, они тоже... Украины не дебилы. Поляки не дебилы. Вот все нормально. Они вот все воюют за европейские ценности. Украина защищает Европу. Иначе... А от кого защищать? Вот сами себя убиваем и защищаем Европу. Вот мы с русскими сами себя убиваем, мы с украинцами сами себя убиваем. Мы с поляками сами себя убиваем. Это мы защищаем Европу. До того, вот как поляки, да, от нас отделились, Вот то же самое на более длительных исторических этапах. Немцы от нас отделились точно так же, как поляки. В свое время мы с немцами были... Одна большая общность. В военном плане мы были полностью... Одной структурой в плане... Историческом во времена Атилы Мы в равной степени воевали в одних объединениях. Вы представляете, вот это вот все большие армии. Туда дальше, вглубь истории. На территории Германии очень много наших славянских образований, городов, названий сохранилось и так далее. То есть от нас отрывается и заставляется, чтобы мы сами с собой воевали. Когда мы заняты убиванием себя, мы не распространяемся на остальной мир. Собственно, что и происходит. Под эту сурдинку нас отжимают территории. Просто отжимают. Сейчас это продолжается в Сербии. В свое время это на территории Америки продолжалось. Ну и как бы процесс продолжается. Поэтому это хотя бы надо понимать, когда здесь есть возможность объяснять это полякам, надо объяснять. потому что это реальные перспективы уничтожения нас с поляками на вполне конкретном, коротком временном лагере. И суверенитет. Если у вас суверенитета нет, то вы превращаетесь в инструмент. И никто вас беречь не собирается. Как вы только стали инструментом, вот как Украина стала инструментом, так за нее решает, сколько умереть украинцам. Ведь не Зеленский решает, сколько умереть украинцам. Решает Британия. Она сказала, Украина воюет до последнего солдата. И Украина воюет до последнего солдата. Полякам скажут, Польша воюет до последнего поляка. И Польша будет воевать, пока задор не кончится до последнего поляка. Вот такие вот печальные времена настают. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено. Всякая возможность рассуждать друг с другом об действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но 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 дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok